Привет, друзья! Меня зовут Ирина, это магазин Феникс. И в сегодняшней передаче я бы хотела с вами поговорить о таком очень красивом и популярном растении, как сенсиверия. Вот, вы все ее прекрасно знаете, что это за растение. И сегодня хотела бы очень много информации, хотела бы поговорить о размножении, об уходе. И самое главное, хочу поговорить с вами о тех растениях, которые вы покупаете в магазинах. То есть сегодня я вам покажу, мы будем рассаживать это растение. Вот, например, у меня есть вот такая вот сенсиверия, это голландское растение, которое вы покупаете в магазинах. Сегодня я вам покажу, что такое транспортировочный грунт, как эту сенсиверию пересадить, рассадить и по уходу что с ней потом делать, чтобы она у вас всегда была красивая и ухоженная. Ну, а пока давайте посмотрим, какие бывают вообще сенсиверии и что это за растение. Сенсиверия суккулент, входит в семейство Агававы, близкая родственница Драцен и Юки. В природе встречается в саваннах, субтропических областях Африки, Азии и Америки. Среди известных видов их около 60. Сенсивера или сенсиверия один из чемпионов по производству кислорода среди домашних растений. Одновременно это растение поглощает из воздуха вредные для здоровья вещества. За полосатые, жесткие, длинные листья сенсивера получила в народе название «щучий хвост». Сенсивера неприхотлива в уходе, с успехом выращивается начинающими цветоводами. Это растение очень декоративно, эффектно смотрится в помещении, часто выращивается и дома, и в офисах, и в зимних садах. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот мы с вами немножечко познакомились сенсиверией, увидели какие они бывают разные. И давайте быстренько пробежимся по уходу, потому что в уходе оно совершенно нетребовательное. Это растение, которое очень сложно испортить, нужно стараться до этого. Что же касаемо, давайте разберем полив. Самое главное, конечно же, это полив. Так как мы узнали из ролика, она относится к суккулентам. Поэтому, естественно, полив должен быть очень аккуратным. То есть сенсивери можно поливать даже раз в месяц, раз в полтора месяца. Если пониженная температура, вот допустим зимой, то до полного просыхания грунта. Не поливать в розетку, в середину розетки. То есть сюда не поливать. Желательно поливать снизу, нижний полив делать. То есть поливать в поддон. И она себе возьмет сколько воды, столько, сколько ей нужно. Остальное сливаем. По поводу освещения. Сенсивери очень нетребовательное к освещению. То есть вы можете ее там разместить в любом уголке комнаты. Но, опять же, не рекомендуется, допустим, сильно темные места. Желательно рассеянный свет, чтобы все равно на нее попадал. Что касаемо пестролистных форм, вот таких вот, на которых есть такие вот белые полоски. То прямые солнечные лучи совершенно противопоказаны. Потому что вот эти вот белые полоски, они будут подгорать. То есть будут желтого цвета и потеряется вот этот вот вид здоровый у растения. По поводу температуры, температура, ну, не ниже 18 градусов. То есть выше, ничего страшного, как суккулента, ну, перенесет любую, в принципе, температуру, но не ниже 18 градусов. Что же касается подкормок. Подкормки мы вносим два раза в месяц. Для декоративно-лиственных растений. Два раза в месяц вносятся подкормки, но это весной. Если, допустим, зима, то мы оставляем растения, в принципе, в покое, ничего с ним не делаем. Поливаем умеренно. Вот пока грунт полностью не просохнет, вот тогда только поливать. И то немножечко зимой. Значит, какие бывают частые проблемы в выращивании сенсивьерий? Частые проблемы это пожелтение листьев, кончиков. Если пожелтели, у вас кончики, это значит, что, возможно, не хватает света. Либо вы засушили растения. Также, если вы не долили, могут быть листья терять свою упругость и будут мягкие. Если, например, у вас лист отклоняется у основания стебля, он мягенький, вот здесь, значит, вы перелили. Скорее всего, загнивают. Поэтому нужно будет сразу, срочно пересадить вот эти вот листья все, которые подогнили, убрать и посадить в новый грунт. Значит, вредителями она не особо поражается сенсивьерия. Как бы, ну, по проблемам, ну, это только полив. Это неправильный полив. Если вы будете не так часто поливать, и температура будет соответствующая, то никаких проблем у вас с ней не будет. Она растет очень быстро, очень красиво, и будет вас радовать даже с минимальными, какими-то навыками цветоводства. То есть, для начинающих цветоводов это сенсивьерия, это вообще идеальное растение. Особого ухода она не требует. Ну, вот как бы по уходу я рассказала, и давайте сейчас будем приступать к пересадке и размножению вот этой вот покупной сенсивьерии. Потому что в основном в магазинах они продаются в транспортировочном грунте. Он в соржены не подходит им. То есть, если вы будете, ну, не пересадите и будете выращивать дальше, то у вас просто замедлится рост. Нам нужно добиться красивого растения, здорового, большого, чтобы оно вас радовало. И поэтому мы сейчас будем это делать. Итак, вот наша сенсивьерия, которая купленная в магазине. Я ее предварительно увлажнила, чтобы распутать легче корни. Обминаем горшок. И легонечко вот так вот оттаскиваем. Вот посмотрите, во что посажена сенсивьерия покупная. То есть, это кокос, кокосовый грунт. Он совершенно не несет никакой питательной ценности. Вот видим корешки. Вот это вот корешки сенсивьерия. Давайте их аккуратненько попробуем струсить. Вот этот вот кокосовый грунт. Он нам совершенно не нужен. Вот видите, какие волокна. Вот это вот все нам нужно убрать. Убираем, стараемся аккуратно. Даже можно вот так вот помять. Но стараться, конечно, осторожно. Хотя сенсивьерия вообще совершенно неприхотливая. То есть, даже если вы корешки повредите случайно, то ничего страшного не будет. Она просто задержится в росте на какое-то время. Скажем, месяц или полтора, пока пройдет период адаптации. И у нее корешки сразу нарастут новые. И она пойдет в рост. Но желательно, конечно, это делать аккуратно. Вот смотрите, у меня уже получается. Вот у меня деленки. Вот уже разделилась. Трусим. Вот смотрите, какая хорошая у нас детка. Тут есть корешки. Мы сильно струшивать не будем этот кокосовой грунт, чтобы не повредить корни. Вот у нас тут осталось две деленочки. Еще вот так вот струсим, уберем. Ту каку, голландскую. Вот, вот, разделили. Вот еще такая деленочка детка. Размножается сенсиверия вот такими вот детками. Вот. У нас получилось три штуки. Видим корешки, какие у нее. В принципе, здоровые, хорошие корешки. Вот три штуки. Вот. Три растения. Сейчас мы уберем этот грунт. Ставим. Вот такие вот три деленочки. Сейчас давайте подготовим грунт, в который мы будем ее высаживать. Берем рыхлый грунт, который вы можете купить у нас в магазине. Он хоть и голландский, но очень хороший на торфяной основе. Вот этого количества мы сейчас посмотрим, насколько хватит. Здесь примерно литр. Всыпаем. Добавляем агроперлит. Именно перлит, который подходит для растений. Есть строительный перлит, он не совсем подходит. Я использую агроперлит. Так как это суккулент, мы можем перлита не жалеть, чтобы влага подольше сохранялась, и нам не нужно было часто поливать. Часто поливать сансевьерию так и не приходится, но все равно. Проще просто поставить и забыть, в принципе. Про нее на месяц так точно, если вы будете добавлять перлит. Перемешиваем. У меня грунт, как вы видите, очень сухой, поэтому мы прольем его перед посадкой. Вставляем воду. Вот так вот перемешиваем. Чтобы грунт полностью впитал воду. Немножко мокроватый получился, но не страшно. Если мы сейчас такой влажный грунт посадим в нашу сансу, то потом польем ее примерно через месяц так точно. Главное, чтобы было тепло. Если вы, конечно, сейчас такой влажный грунт посадите ее и оставить в холодном помещении, то, скорее всего, она у вас заболеет из-за не лед. Поэтому, если грунт влажный, должна быть температура как минимум 23 градуса в помещении. Берем горшок. Такой вот. Для одного растения вполне достаточно. Он у нас диаметром 12 сантиметров. Вот такой горшок. И заполняем грунтом. Я люблю делать вот именно так. Смотрите, вот допустим, я заполнила грунтом и делаю отверстие пальцем примерно по диаметру розетки. Диаметром розетки. Затем я просто так вот вставляю аккуратно и засыпаю грунтом. Еще. Можно хорошенечко так утрамбовать. Без энтузиазма, конечно, лишнего. Ну, чтобы она крепко держалась розетка. Вот. Вот и все. Мы посадили с вами маленькую санцивьеречку. Давайте еще раз покажу. Сыпаем грунтом. Делаю отверстие. Вставляем туда санцивьеру и засыпаем грунтом. И хорошо прижимаем. Утрамбовываем. Чтобы она не выпала. Можно еще на дно горшка положить дренаж. Лишним не будет для санцивьерии. Ну, так как у меня все время одна даже температура, я слежу за растениями. Обычно дренаж ложат для того, чтобы не перелить. Вот. Посадили с вами санцивьеру. То есть мы пересадили из голландского грунта в наш хороший грунт. И теперь она будет расти очень быстро, в принципе, после акклиматизации. И не будет болеть. Вот так вот, друзья. В принципе, ничего сложного. Как вы увидели, научились сегодня с вами размножать санцивьерию. рассаживать. Узнали об уходе немножечко. И скажу вам честно, санцивьерии совершенно беспроблемные растения. Поэтому не бойтесь, покупайте. Сейчас очень много всевозможных их видов. И с пестрыми листьями, и с обычными листьями. Они очень красивые, эффектные. Поэтому не бойтесь, покупайте. Если будут у вас какие-то вопросы, пишите в комментариях. Возможно, я что-то не досказала. Я вам обязательно помогу и расскажу. Под видео в описании я вам оставлю ссылочки на наши растения, которые есть в продаже, санцивьерии. Также оставлю на грунт, на перлит, на вермиколит, на все сопутствующие товары, которые вам могут пригодиться. И немножечко паузу рекламки. У нас в магазине появились специи. Это авторские специи. Ребята занимаются, то есть заказывают со всех стран, каких только можно, натуральные специи, смешивают их. И вот эти вот смеси или отдельно специи вы можете купить у нас в магазине. Вы не пожалеете. Вот как хозяйка я вам хочу сказать, что это действительно не то, что вы покупаете в пакетиках, в магазинах. Вот честно. Поэтому, если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Пишите комментарии, я с удовольствием на них отвечаю. Мне очень интересно, когда вы мне пишите. С удовольствием прям отвечаю. И спасибо вам большое, конечно, за внимание. И пока!